Победа кандидатов от «Единой России» хоть и выглядит убедительной, но оставляет вопросы. Низкий интерес избирателей к выборам, недоверие большинства к процедуре голосования и возможности что-либо изменить, недостаточные конкуренции, нежелание отдельных политических сил реально бороться за власть – все это оставляет не самый приятный осадок. Почему, несмотря на многочисленные проблемы, люди поддержали действующую власть? Разбирался сегодня Виталий Поляков, он в студии. Виталя, можно ли назвать итоги выборов объективными? Что говорят эксперты? Даша, привет. Действительно, мы по тебе очень соскучились. Ну и, конечно, да, политологи говорят, что картина голосования отражает реальность. Главные выборы в крае, губернаторские, не принесли больших сюрпризов. 70% Михаила Катюкова только на первый взгляд могут выглядеть баснословным результатом. Но все-таки он кандидат без скелета в шкафу, без негативного шлейфа, молодой. С ним избиратели ассоциировали перемены к лучшему. У него огромный административный и финансовый ресурс, которым он умело воспользовался. Незадолго до голосования посидел за одним столом с президентом Путиным. И для многих избирателей этого было вполне достаточно. Конечно, как сейчас шутят, чуть ли не главным политтехнологом Катюкова стал прежний глава края Александр Ус. На фоне непопулярного губернатора компанию было проводить проще. Лозунги Катюкова «Работать по-новому, работать для людей» – это ведь прямые отсылки к прежней власти. Новый начальник не зря грозился устроить кадровые чистки. И заочную конкуренцию с Усом Катюков выиграл. Он получил больше голосов, чем его предшественник. Новый глава при этом смог пройти по тонкой грани, ведь в период СВО многие избиратели вовсе не хотят менять курс или власть. А те, которые хотят, зачастую на участки не приходят, не верят, что перемены возможны с помощью процедуры, которые контролирует власть. В общем, победу Катюкову прогнозировали и прогноз оправдался. Я думаю, что 70% там, конечно, не было, с учетом всех тех нарушений, которые мы видели. Но у Катюкова совершенно честный 50+. И, в общем, сомневаться не приходится. Примечательно, что Катюков получил наименьшую поддержку среди всех победивших кандидатов единороссов на выбор в глав регионов. Его однопартийцы смогли выудить и 86%, и даже больше. Многие политологи связывают это с работой конкурентов Катюкова. У Александра Глискова от ЛДПР не было столько денег и ресурсов, но он дал бой. Начинал кампанию вяло, а под конец вошел во вкус и показал зубы. Многие эксперты говорили, что партию без Жириновского ждет забвение, но Глисков с командой показал это не так. Теперь уже точный ЛДПР в Красноярске – политическая сила номер два. По нынешним временам – это результат. Вот что про Глискова написал один из главных специалистов по региональной политике Александр Кынев. Глисков – монстр. Мощная кампания даже в условиях тотального звездеца вытащила список. Лучшая кампания и лучшая организация ЛДПР по стране, на мой взгляд. Главный сюрприз выборов – Ирина Иванова и ее зеленая. Третье место на выборах губернатора и представительства партии в Красноярском городском совете. В это мало кто верил. Эксперты считают, что ее результат еще раз доказывает, насколько красноярцам важна зеленая экологическая повестка. На это обратил внимание известный политтехнолог Евгений Менченков в вечернем эфире ТВК, который мы провели накануне, обсуждая первые итоги выборов. Экологическая проблематика в топ-3 в Красноярском крае на протяжении последних лет десяти, наверное. Еще со времен преснопамятного Енисейского феррославного завода. Поэтому, конечно же, экологическая проблематика дает вот этот вот гэп. А вот главный провал этих выборов – кандидат в губернатора Андрей Новак и его КПРФ. Если и рассуждать о том, что оппоненты власти играли с ней в поддавки, то это как раз про коммунистов. Они фактически не боролись за победу. Многие красноярцы до сих пор не знают, как вообще выглядит Новак. Вот, кстати, как он выглядит. При этом коммунисты смогли привлечь деньги на избирательную кампанию. Поэтому показатели они уступили только единороссам. Но потратили их неэффективно и бездарно. КПРФ очень плохо попадает в повестку. Несмотря на все преимущества, которые есть для коммунистов в современных актуальных темах, они каким-то образом не удряются даже отвечать и поддерживать выгодные для них темы и, ну, скажем так, ситуации, которые складываются в стране. Андрею Новаку стоит поучиться у своего соседа-коммуниста из Хакасии. Валентина Коновалова. Он уже вторые выборы подряд утирает нос Кремлю. Его партия занимает первое место на выборах в республиканский парламент, а сам Коновалов вновь становится главой. Как ни старалась «Единая Россия» взять реванш за поражение на предыдущих выборах 2018 года, ничего не вышло. И сейчас многим кажется, что его главный оппонент, единоросс Сергей Сокол, снялся с выборов не только из-за болезни, вероятно, понимал, что поражение неизбежно. Даша, на этом у меня все.